Продолжение следует... Ползем тут сколько-то, 35 км в час, вот, так что вот такой вот подъемчик, ну вот еще вот минут 5, в общем 4 километра так подниматься вверх, вот. Сделал маленькую остановочку по дороге, вот такой вид открывается. Тут брось, тут можно даже стоять, наверное, на ночь. Знаков, что нельзя, нету. Вот там лыжная трасса. Ну вот такое сегодня у меня тут будет место ночевки. Вот я уже тут разложился. Еще одна машина, но они с собакой приехали гулять, уедут, наверное, потом. Вот с таким видом буду спать. Нормальное такое стадо, тут ко мне пришло ночевать. Офигенно. Ну вот утро следующего дня, всю ночь лупил дождь, такой ураган был сильный. Вот приехала еще одна машинка ночью. И вот там вот еще одна машинка. Вот так вроде погодки ничего. Вот такой вид он, 6 утра. Буду собираться и топать в гору. Ну вот приехал я на стояночку перед этой горой, Карлийский снежник. Ну вот куда-то туда вот надо будет идти. Ну, конечно, никого. Она типа еще закрыта, но я заехал. Вот охрана нету. Ну возьму деньги, наверное, когда я приду. Вот, ну что, путь. Возьму палки, попробую с палками. Так, ну вот иду по такой дорожке пока, асфальтовая. Сначала до пещеры. Сколько она сейчас? 7.35. От пещеры еще пару часов. Написано вроде идти 2,5 часа. Но, опять же, посмотрим, как на деле. Погода так себе. Немного портится. Под дождик не хода. Попадать. Ну, идем. Так, ну вот первый указатель. Я думаю, по асфальтовой дорожке топать. Я так понимаю, что вот сюда вот надо идти. Судя по карте, вот такая вот карта. В общем, куда-то туда. Пойдем туда. Слышит шум водопада. Вот. Вкус. Вкус. конечно подъем но не такой сильный еще одна речушка пока ехал сюда он спускался с горы очень такие камни были на дороге он видно даже сильный дождь был и вот так вот было на свадьбу дорог где ехал такие разумные туда видимо бурные потоки такие шли потому что ночью был очень такой сильный ураган пошел дождик такой донатки сильный пока по лесу идешь нормально в курточке штанишка надеюсь не промок нам особо вот так не холодно тепло с 20 дождик это не очень приятно вот так вот подъем идет вот что понятно продолжаем топать 70 до 10 короче походу не туда и свернул куда-то указательный минимально какую-то он чаще забрел надо возвращаться на главную развилку идти в другой поворот дождь все идет 821 блин столько время потерял не туда топов вообще не туда пошел надо было идти по той асфальтовой дороге дальше а тут хрень какая-то возвращаясь кто асфальтовой дороге но отвернулся на эту развилку сейчас время то 845 сейчас потерял туда-сюда ну надеюсь эта дорога или правильно хотя тоже блин указатели нету как вот понять правильно неправильно вообще как-то не очень интернета нету не ловит вообще но топовый по асфальту и дороге теперь как на глаз радуете у меня смутило как так странно дождь идет все время 9 такая ну и пока конечно же никого вот признаки цивилизации хоть а то там шоу где-то непонятно где фонтанчик такой передохнуть можно вот это тоже хороший признак что я правильно ну вот в путь вот еще одно место где передохнуть такая речушка горна но пока никаких видов кроме леса еще не успел дойти а палки слива уже он развалились и подлесел в зиме так вот потерялась дошел еще до одного места отдыха и снова развилки вот развилками я уже пугает не туда еще сверну вот надо карту поизучать погода сегодня конечно капец или прогулок такой дождь вот стою под новичком переждоху чуть-чуть вообще свернул я сослата и долги на такую вроде бы сюда вон эти желтые указатели вот по ним вроде надо идти покажу все это так вроде бы вот туда поднимаясь и опять развилка сюда можно идти туда можно идти сюда и вот куды но вроде разобрался пойду по этой дорожке вот указатель нашел мои желтенькие короче еду еду и конца края не видно эти дороги вот такая сама камни камни скользкие но вот вышел я оттуда с того подъема опять на нормальную дорогу ну так плюс-минус нормально я так понимаю что можно было просто вокруг это все дело обойти эту гору а не через нее но я шел по вот этим вот указателям главной дороге но я так понимаю что дальше уже будут такая дорожка ну опять же посмотрим такой туман стал надвигаться вообще прям аж волной такой идет аж дым как тым да вообще главное не заблудиться теперь вот опять развилка да направо пойдешь там не знаю кем станешь прямо налево еще дороге есть поднялся на какую-то вершину и ау те горы ничего не видно да уж с погодкой не подфартило сменилась на такую был указатель и теперь у меня значки вот такие зеленые еще минут 20 я дойду к точке это место собака первые 300 я дошел до вершины вот такая башня на вершине стоит смотровая но нет смысла не подниматься потому что вот такой вид туман и ни хренаски не видно а вот там уже что-то видно значит надо лезть ладно полезем что же полезем наверх вот такой вход и вперед наверх я дошел до верха туман рассеялся ветер страшно страшно когда приходить вот такой обалденный вид я поднимался не зря сбивался с маршрута шел падал вставал по камням только успел достать все виды и опять туман он сейчас идем к слону где 10 минут и слоник вот это самая высшая точка королицкий снежник вот такая 1424 метра вот так вот я покоритель решили вот с одной стороны опять туман стал рассасываться что-то стало видно сейчас эту слону по такой тропе надеюсь правильно вы не уверены опять же он там туристы какие-то появились на той вышке уже был какими-то огородами тропами опять же не по той наверно пошел вот я по той какой-то шоу маленький еле заметный а вот дорога нормально опять же было так ну вот слоник 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 мог быть слоник быть конечно побольше но тоже не хорошенький слон аутас ну что вот такой вот она размером такой не очень большой вот слоник смотрится на сразу вдаль обозревает просторы ну вот конечная точка маршрут сегодняшнего достигнуто сейчас время вон 11.42 7.30 вышел но час еще там я не туда пошел в общем три часа я до сюда шел было желание развернуться на пол дороги потому что лил такой дождь туман вообще ничего не было видно но все это как-то там все фиговенько как раз мне туда возвращаться вот тут ничего я и слоник вот такая панорама здесь ну что же пока слоник поедем пойдем пойдем домой бусику вот тут раньше был такой домик прибежище для туристов горников он сгорел вот такой вот он был теперь нету так ну что ж двенадцать часов лет гоу как вам такой вид и как вообще спуск на санночке туда так уху очуметь так вот источник это точно не помню как там было написано в египедии но да вот раман марах да это походу отсюда вот черное море что ли что-то про черный море там было сейчас может информация будет какая-то да отсюда берет начало черное море вот так вот а вы как думали вот она то есть сейчас я помою руки в черном море вот наглядный пример да там все окей а там все не окей и мы как раз идем туда где не окей вот спустился дошел до первого пункта котейка сразу идет кофеушник время ну вот полчаса ну вот сейчас хоть вид какой-то открылся с утра вообще туман был ничего не было видно еле-еле этот домик был виден так ну вот мне туда вот преодолел спустился по этой вот самой сложной участке пути вот эти вот каменистый подъем спуск тоже был такой сложноватый ну вот с подъемом конечно не сравнить ну теперь по относительно нормальной дороге вот туда вниз хотя можно было и до конца идти по нормальной дороге вот здесь вот вот туда вот но там вроде как бы почти на час дольше ехать фу идти но машину вот там нет вот жалко что туда машины не идут ни автобуски ничего ну потому что там в принципе можно довольно таки близко подъехать прям к этому снежнику но ничего такого нету сейчас пять минут передохнул и снова в путь так время час днем то есть все ровно час иду вот ну половину прошел даже большую часть наверное прошел вот в общем идем дальше вот такие бусики довозят до этой пещеры куда я не пойду вот я дошел уже отсюда асфальтовой дороги остался маленький рывочек туда вот и все я на месте у буса вот только народ пошел туда удача погодка налажилась да я шел в самую жесть а вот он возвращается уже вот он бьет до самого верха вот было прикольно все дошел до машины вот сейчас буду обедать вот время ну два часа короче вот так вот получается шел от слона до сюда назад два часа туда три все спустился с горья вот остановился на заправке около Клодска городок такой где я уже был вот такая заправка Орлеан тут дальнобоя там дальнобоя сходил в душ туалет там есть вот вот торковка платная душ конечно же тоже платный вот ну вот буду здесь вот вот варю себе макарошки вот такие дела а завтра все Брослав